Открытая студия Дома молодежи Дома молодежи Дома молодежи Дома молодежи Дома молодежи Но есть у нас и проекты, где занимаются и младшего возраста, там 8-12 лет, и есть у нас театральный коллектив, самый распространенный возраст 25-28 лет. И именно репетиционная база у нас загружена ребятами, которые тоже, наверное, все старше 25 лет, которые приходят после работы и в свое удовольствие репетируют. Поэтому в студию звукозаписи приходят тоже, ну, есть как начинающие реп-исполнители, да, то есть это 16 лет, 18 лет, и есть уже более профессиональные, которые участвуют в конкурсах, да, там тоже уже возраст 20+. Ну, соответственно, у нас есть и киты, да, на которых стоит дом молодежи, это проекты КВН, да, то есть там уже возраст не имеет границ, а есть и проект Юки Гасин, где там мы тоже увеличили возрастные рамки. Поэтому, ну, основная масса, которую посещает дом молодежи, это все-таки вот 14, 16, 18 лет. И вот как раз пока в школах каникулы дом молодежи у нас кипит и кишит молодежью. То есть как раз наша программа может быть интересна не только для молодых ребят, а для родителей, для бабушек и дедушек, которые думают, чем бы чадо свое занять, чтобы не скиталось во подъездах. Ну, вот, наверное, в марте месяце каждый уже чадо думает об отпуске, и уже к экзаменам, да, вот к выпускным спад, наоборот, идет. То есть нам уже и с СУЗов, с ВУЗов занят, говорят, что сессии ходят, не ходят. Прекращайте ваши танцунки, пусть учатся, да? Некоторые просто прикрываются и говорят, что, а вот если у вас такой молодой человек, он говорит, три недели, что волонтерят в доме молодежи. Я говорю, знаете, мы, говорю, всех своих ребят знаем, и ваш, говорю, студент, говорю, к нам, к сожалению, не ходит. Но кто-то прикрывается, что он смотрит на мероприятия, которые проходят сразу, говорит, а я же там волонтером был. Ну, смотрите, это уже находчивые какие они. Это прям... Это тоже качество какое. Качество, да, хитрость. Хитрость и находчивость. Поэтому в марте идет большой наплыв выпускников, которые, а, хотят записать песню в студию звукозаписи, да, родители к нам приходят, чтобы вот учителям записать, и, соответственно, актовый зал, чтобы подготовить какие-то танцевальные номера. Да, поэтому наплыв идет, а вот после июня, да, вот июль-август у нас небольшое затишье, и с сентября мы начинаем прям вот с 12 до 9 вечера. А летом есть вот тот контингент, который, ну, не все же могут куда-то уехать? Конечно. Особенно отдыхать все лето. Да, вот тем летом нам пришлось закрыть именно актовый зал Дома молодежи, чтобы нам поменять напольное покрытие, вот. А больше-то площадок-то толком нет, которые готовы, а, бесплатно предоставлять помещение, чтобы ребята занимались тем, что им по душе. Ведь молодежная политика, она устроена немножко не так, как образование, не так, как культура, да. В Дом молодежи приходят коллективы, которые объединяются внутри где-то учебных заведений. Да что там греха-то есть в торговых центрах, да, они объединяются. Мы тоже же ходим по торговым центрам, мы говорим, ребят, ну что ж вы здесь стоите, да, вот приходите к нам. Поэтому ребята приходят и... То есть это те, а, такие тусовки, которые стоят вот возле окея, мы видим периодически в оних или нет? Не все, они их тоже частично, но не все. Поэтому летом-то тоже, если ты не уехал, да, у нас нет как таковых лагерей, да, но Дом молодежи, он работает, да, он работает без выходных. У нас есть при школах каких-то, но всем интересно, и кто-то по возрасту тоже не подходит все-таки. Да, поэтому Дом молодежи, он живет, в нем всегда есть молодежь, но я говорю, летом все равно меньше, и это радует, что все-таки у наших мурманчан есть возможность летом выезжать. А так приходят, да, все равно танцуют, все равно придумывают какие-то идеи. Но, как правило, те, кто ходят в июле, они потом больше не появляются. Ну, то есть они как бы нашли временное себе убежище, да, а потом они исчезают. Ну, Дом молодежи уже работает с 2014 года, то есть у нас все равно есть практика, есть статистика, и мы смотрим пики, актуальности, да, и именно те площадки, которые молодежи интересны, да. То есть ты же не просто так придешь, говоришь, а вот я мимо шел, откройте мне репетиционную, дайте мне гитару, синтезатор, я тут буду играть. Для этого нужны способности. У нас есть гостиная, да, вот, которая летом будет популярна всегда, потому что есть настольные игры, есть PlayStation, есть телевизор, здесь Wi-Fi, да, то есть пришел, посидел, отдохнул, пообщался, поиграл на столке с друзьями. И вот так нормально. Но чтобы потом приходить именно заниматься чем-то, вот летние наши посетители потом не приходят. А вот вы говорите, что не так просто мимо проходило, я умею играть, давайте буду репетировать, а как тогда доказать, что вот у меня есть талант, потому что кто-то сейчас, мне кажется, творчество, оно настолько многоградно, что кому-то нравится одно направление, кому-то нравится другое, для кого-то что-то это супер, а для других, ой, боже, почему вы тут занимаетесь, как оценить-то? Нет, нет, если он приходит и говорит, что здравствуйте, я хочу у вас посниматься в репетиционной базе, потому что я посмотрел, что она у вас есть, конечно же, мы ее открываем, он заходит, играет, заполняет у нас анкету, у нас уже появляются его персональные данные, и дальше мы уже с ним согласовываем время занятий, потому что есть как плавающие, да, у нас репетиции, так и вот как сейчас, ну, говорю, с сентября все стандартно работает, потому что с сентября ребята присылают заявки, свои коллективы формируют, поэтому приходят и занимаются. А бывает так, что ребята просто прогуливают уроки у вас в доме молодежи, пишет Степан, вот не знаю, Степан все-таки это не подписался, молодой человек, школьник или родитель переживающий? Степан, добрый день, как правило, школьники у нас свои уроки не прогуливают, потому что дом молодежи работает с двух, система же устроена специально, чтобы ты сначала отучился, да, если у тебя нет большого количества домашнего задания, да, ты приходи в дом молодежи, его двери открыты для тебя, поэтому утренние часы у нас никого нету, если это не какой-то проект, к которому мы готовимся, где, соответственно, мы договоримся с заучами, да, по воспитательной работе с директорами, потому что мы просим отпустить ребят, потому что мы там готовимся к серьезному проекту, но это тоже раз-два в неделю, и это раз в месяц, раз-два месяца, поэтому что происходит со студентами, ну, к сожалению, тут-то мы не можем отследить, вот он пришел к нам в три часа, есть ли у него пара сейчас или нет пара, ну, наверное, пускай это будет на его совести. Ну да, он же взрослый человек, сам за себя отвечает. Ну, студенты еще и 14-летние приходят, да, они не совсем взрослые, но хотелось бы верить, что все-таки, когда они приходят в три часа, учеба у них заканчивается. Вот, у нас последние два года очень хорошо стала идти и отложена практика студентов, то есть к нам очень стало много приходить с МОГУ, да, социально-культурной работы, они вот проходят практику. Просто вот только что сейчас девушка практику заканчивает 31 марта, она у нас три года занималась восточным направлением танцами, а потом поступила в Петербурге в университет и говорит, а можно я у вас пройду практику? Вот это здорово. Будем считать, что это не прогулы. Конечно, вы принесли, я смотрю, листовки и диски. Расскажите, пожалуйста, что с собой вы принесли? А гид-плакаты? Да, гид-плакаты. Не видят их наши радиослушатели, только могут нас услышать, так что будем не только показывать, что и рассказывать. Ну, это рекламные буклеты тех коллективов, которые занимаются на базе Дома молодежи, да. Так как у нас есть актовый зал, где, собственно, и основная часть нашей жизни происходит и кипит, да, то вот актовый зал у нас требуется наибольшей популярностью. Вот не знаю, на какую камеру показывать, вот покажу на вот эту вот, то есть... Это True Story, да, это арт-коллектив, который занимается постановкой музыкальных спектаклей. И это вот тот большой коллектив, в котором, если не соврать, у них участвует где-то около 16 человек, плюс танцевальная группа, где задействовано 25-30 человек. То есть, ну, это взрослые ребята, с которыми мы договоримся, они занимаются только по воскресеньям, так как у основных ребят выходной в этот день и на учёбе, и на работе. То есть, говорю, вот в августе месяце у нас идёт такая вот мониторинг, кому как удобнее, чтобы выстроить, чтобы и дом не стоял пустой, да, и чтобы ребятам было всем комфортно. И учёбу не прогуливали, и с работы не отпрашивали. Так такой большой коллектив помещается, площади позволяют всех местить. Ну, сначала, там, грубо говоря, с двух до трёх занимается именно актёрское мастерство, а потом с пяти до семи приходит именно их танцевальная команда. То есть, ну, всё делится. Поэтому в тесноте до него обиде хотелось бы, конечно, площадей уже расширять, да и больше. В городе ещё появлялись, да, дома молодёжи, либо арт-пространство. Здесь у нас пространство одно, да, на Суспировской. Ну, там живёт Восток, царит Трайбл. Поэтому у нас в городе просто молодёжь, слава богу, разбирается в разных направлениях, да. И, по крайней мере, в Доме молодёжи есть восточное направление представлено. Мурманская студия исторического танца представлена. И, наверное, самое большое, да, среди вот 14-16-летних ребят – это вот кавер-дэнс-коллективы. Просто у нас их в Доме молодёжи уже больше десяти. И когда они приходят, то есть был сначала там, грубо говоря, в августе коллектив, где их было восемь человек. Потом они разделились на по два человека, их уже стало четыре коллектива. И вот с этим у нас молодёжь перемещается из коллектива к коллективу. Но вот корейская культура очень распространена в Мурманске. И у нас проходят и фестивали кавер-дэнс-команд, и фестивали косплея. Здорово, на самом деле. Но актёры-танцоры, они выступали где-то? Где посмотреть выступления, постановки, спектакли? Ну, вот если мы говорим о арт-коллективе True Story, да, то у ребят идут подготовка к проектам на протяжении года. То есть в 2016 году у нас состоялась постановка «Моцарт для опера-рок» в Кольском районном центре культуры. В 2017 году там была постановка «Кормила», также в Кольском районном центре культуры. Сейчас в 2019 году они готовятся в сентябре показать проект «Добрые люди». Что за проект анонсируйте, расскажите? Об этом проекте, я думаю, то, что лучше бы расскажет их, как говорится, руководитель, да, и Елена Тру. Собственно, Елена Тру и коллектив True Story, она это расскажет, потому что хорошо соцсети работают, в группе у них активность идет, они там рассказывают, они выкладывают фото с репетиции, видеоблоги. Но о самом проекте пока еще, пускай останется небольшой узиминкой, потому что будет летнее затишье, да, и боимся, что про него забудут. А потом как вынырнем, ну и мы тоже вынырнем после летнего затиши, не так много тем информационных летом бывают, ну, кроме, конечно, выборов, которые традиционно проходят в сентябре. И тогда вас обязательно позовем, как только начнется новый сезон. А сейчас на радиостанции «Рекорд» телеканале «Артик ТВ» начинается реклама. Рекламная пауза у нас небольшая, так что оставайтесь с нами. Скоро вернемся в эфир. Мы продолжаем, с вами по-прежнему Анастасия Карева в открытой студии. У меня гость Антон Кондрашов, заместитель руководителя Дома молодежи. Как мы уже здесь обсудили, что Дом молодежи в Мурманске – это такой вот центр и молодежной политики, и вообще творчества, реализации молодежи, которые приходят в Дом молодежи, предлагают какие-то свои проекты, танцуют, ставят постановки, ну, в общем, занимаются творчеством, занимаются самореализацией. Если у вас есть вопросы или свои предложения, может, вы хотите рассказать, что вы, может быть, тоже супер-пупер творческие, у вас есть свой коллектив, и вам нужно срочно в Дом молодежи. Звоните 99 45 45, если вы находитесь в других городах региона, 8152 99 45 45. Также принимаю ваши сообщения на Телеграм, Вайбер и Ватсапа номеру плюс 7 921 708 2006. Плюс 7 921 708 2006. Антон, давайте продолжим. Вот я смотрю, что вы пришли не только с листовками, чтобы показать, какие у вас коллективы есть, но и с дисками. Да, диски, правда, есть, да. И вот один из дисков, да, можете взять, да, его посмотреть, потом мы его послушаем. Это вот непосредственно проекты Нерида. Ребята когда-то начинали в Доме молодежи, и очень приятно видеть то, что репетировали они у нас, да, а потом они, у них появилась своя студия, да, мало того, что как репетиционная, так и студия звукозаписи. И они в 2016 году выпустили свой первый диск «Сквозь вечность». А потом они еще сняли просто классный, ну вот я был на презентации их клипа, безумно классный клип, и очень приятно то, что ребята развиваются, учитывая то, что в этом проекте тоже гораздо такие люди, преобладающие 21+. И здорово то, что когда ты взрослый, а творчество все-таки такое хобби, такая отдушина, когда ты вечером после работы, да, можешь прийти позаниматься и, как говорится, выпустить весь свой пар, который накопился у тебя на работе, да, потому что не все же работают в творческой индустрии, да, и кто-то же работает на тяжелой, да, промышленности и металлургии. Ну, в творческой индустрии тоже хватает всего. Иногда тоже, наверное, творческим людям тем более нужно выпустить пар. Еще один диск, да, есть у вас? Ну, этот диск, это просто память о былых проектах, да, у нас когда-то был проект школы диджеев «Царапина», и непосредственно в членах жюри был Иван Диптач, Иван Скрипка, который звукорежиссер. Который сейчас рядом с нами сидит за пультом. Да, он просто мне тогда подарил этот диск, я тогда с Иваном познакомился, и вот я просто принес показать, потому что я его диск сохранил, и никуда я его не делал. Вот, значит, этот диск принесли специально для нашего звукорежиссера. Ваня, оценил? Ваня говорит, что оценил. А, насколько я знаю, у вас можно тоже записывать звук, что у вас есть своя студия звукозаписи, и мне кажется, для молодых людей это действительно очень важно, потому что что-то свое записать наверняка, как мне кажется, со стороны никогда не занималась этим, стоит приличных денег. Ну, где-то вот в коммерческой структуре. Ну, просто вот, грубо говоря, да, если записать песню, да, как там вот расценки смотришь, там, 500 тысяч рублей, ну, это просто запись. Но есть же еще коррекция вокала, мастеринг, сведение. Ну, то есть, да, может быть, наверное, одну песню стоит, там, записать 3-4 тысячи рублей, ну, наверное, где-то в этих ценовых пределах, да. Но у нас дом молодежи, где работа для молодежи, чтобы им оказывать эту услугу бесплатно. Поэтому у нас, ну, большой спрос на студию звукозаписи. Ну, так как у нас в студии звукозаписи находятся географические, параллельные репетиционные базы, нам приходится это дело все совмещать, да. Потому что где-то часов до 4 мы можем записывать в студию звукозаписи, пока тишина и спокойствие. А вот после 4 уже приходят ребята постарше и вот уже начинают оккупировать репетиционную базу. А что за музыканты играют у вас, что записывают? И вот еще важный вопрос, а кто-то им помогает? То есть они сами по себе все пришли и записали? Или есть вот человек, который отвечает за студию звукозаписи? Что касается репетиционной базы, ребят приходят сами. То есть приходит готовый кавер-коллектив. Это вот у нас занимается кавер-коллектив джинсы. Они выступают на городских мероприятиях вживую, ребята занимаются, приходят. Но тоже с ними профессионально никто не занимается. Они сами учатся, сами стараются улучшать свое мастерство. Есть у нас уникальные, я считаю, для меня ребят приходят в 3 часа, когда я в основном, в принципе, нахожусь на работе. И это просто сумасшедший, как мне кажется, тандем, который называется Monkey Kingdom. Ребята пришли в Дом молодежи в сентябре месяце. Но то творчество, которое они продвигают, оно заставляет радоваться. Вот и основатели, я их так вот назвал, отцы-основатели этого творческого тандема. Сергей Саранча и Герман Казменко. Но псевдоним у них вообще просто пушка. Топотун и Шао-Джи. Ну вот, ребята, которые занимаются хип-хоп, но с изюминкой регги. То есть ребята классные, они представляли город Мурманск на фестивале молодежного творчества трасса. И зал их принял просто горячо и классно. А можно на все это прийти, допустим, посмотреть? Вдруг нас слушают сейчас, может, какие-то преподаватели, учителя, которые бы хотели своим ребятам, своим подопечным или своим детям показать? Нет, в Дом молодежи, конечно же, можно приходить с 9 утра до 9 вечера ежедневно, посмотреть, познакомиться. Да, прийти к ребятам на репетицию тоже нет никакой проблемы. То есть мы ребят предупредили, пожалуйста, то есть для вот учеников 50-й школы мы в том году делали открытые репетиции в Доме молодежи. То есть замдиректора там, видимо, по основной деятельности собирала ребят, которым интересна музыка. Мы в актовом зале выставляли весь аппарат, и ребята вживую полчаса играли, поэтому такие практики уже начали проходить, это здорово. А после этого школьники, которые все увидели, приходят к вам? Нет. Возьмите нас, нет? Нет, ну потому что, я говорю, в ребазу приходят уже ребята, которые уже умеют играть. Уже умеют уже постарше. В студии звукозаписи, да, у нас работает классный звукорежиссер Юляшка Богданова. Вот она всех молодых рэп-исполнителей, всех вокалистов, все, кто к ней приходят, она их записывает, обрабатывает и выдает качественные, хорошие треки. И это все абсолютно бесплатно? Для молодежи, да. Но так как мы автономное учреждение, мы можем и зарабатывать деньги. Если вам старше 30 лет, и вы хотите записать себе песню, приходите. Подождите, вот старше 30 лет, это 31 или 30 тоже подходит? 30 подходит, конечно. Отлично. Отлично. То есть, Настюш, мы вас ждем, приходите, если вы хотите исполнить свой мега-хит, мы готовы вас записать. Буду иметь идут, у нас в прошлый раз такая идея возникла. Вы занимаетесь продюсированием, спрашиваю Тала. Вот написала нам на WhatsApp, я напомню, телефон, плюс 7-921-708-2006, Телеграм, Вайбер и WhatsApp. Наверное, такой вопрос глубокий, продюсирование. Продюсирование кого? Вот у нас занимался коллектив, да, Мертвый Патрик они назывались. Они пришли к нам, повесили баннер, вот мы послушали, послушали, ребята талантливые. Мы им предложили, чтобы, если вы хотите еще и денег зарабатывать, да, то вам бы как минимум название поменять. Они стали Патрик ФМ. Мы их приглашали на ни молодежи, ни города, но ребята безумно талантливые, безумно классные. Их заметили, их стали приглашать уже в кафе города, на свадьбы, на корпоративы, на юбилей. Ребята переросли это, они стали уникальным в своем роде проект, да, и назывались «Серволенс Ноленс». Теперь они пишут авторскую музыку и авторский текстат, поэтому к продюсированию отчасти да. То есть участие в городских мероприятиях может быть первым шагом к тому, чтобы взлететь на какие-то высоты. Ну, у нас же и арт-директора заведения тоже ходят по празднику, тоже гуляют, тоже смотрят. Здесь все-таки, как бы мы не хотели там слукавить, город у нас не особо большой, а всех хочется всегда удивлять. А удивлять это надо чем? Творчеством, яркими номерами, поэтому, Алла, да, мы занимаемся продюсированием. Если вы, Алла, чем-то занимаетесь, танцуете, поете, приходите к нам с радостью, мы вас приняем в свои ряды. Расскажите, как вам можно прийти, где вас найти, адрес. И вот мы уже возрастные рамки какие-то с вами обсудили. Если человек живет не в Мурманске, не в вашем районе, он тоже вам может приехать, прийти? Или это только вот все, мурманчане? Ну что ж, мы паспорт при входе спрашиваем. Ну вдруг. Нет, конечно же. Прописку покажите. Покажите прописку, ох, вы. Из колы. Не из Мурманска, да, вы, нет, мы вас не пустим. Нет, такого у нас нет. Находимся мы на улице Капитана Орликовой, дом 3. И до нас можно доехать на автобусе, если это касается студентов, школьников. Это автобус номер 33, маршрутка 57. Ну и, собственно... И вот прямо двери открыты с 9 до 9? С 9 до 9. И всегда можно найти кого-то старшего товарища, который проводит, подскажет, расскажет. Как минимум меня вы всегда там можете найти с 9 утра. А дальше уже у нас всегда есть специалисты на рабочих местах. И всегда можно позвонить нам по номеру телефона, да уточнить, чем мы все-таки занимаемся и какие есть там свободные часы для занятия тем-то или тем-то. Ну и информации очень много всегда в интернете. У вас же и группа своей есть. Ну да, группа ВКонтакте мы ежедневно... Дом молодежи, да, так и называется? Да, так и называется, Дом молодежи. Поэтому всю информацию актуальную все же мы выкладываем туда. И расписание занятий по реп, точке по студии звукозаписи, фото студии, актовый зал. Поэтому всю информацию можно найти. А если не найдете, мы приедем к вам и сами ее расскажем. Чуть меньше минуты осталось у нас до завершения эфира. А может быть вы нам проанонсируете какое-нибудь мероприятие, какую-нибудь встречу или быстренько за минуту прорекламируете какую-то из групп? Ну давайте, 13 апреля будет взят курс на юмор и откроет его Мурманская молодежная лига КВН. Так что приходите все в Лапландию 13 апреля. А 14 апреля для всех любителей корейской культуры в Доме молодежи с 2 до 8 вечера будет проведен кей-поп апгрейд для любителей и поклонников ковер-дэнса. То есть будет проведено 5 мастер-классов по различной хореографии. Поэтому 14 апреля Дом молодежи будет жить и принимать любителей корейской культуры. Если вы даже еще не знаете, что это такое, то двери Дом молодежи открыты. Есть возможность познакомиться. Конечно же. Спасибо, что пришли в нашу студию, что познакомились с нашими радиослушателями, телезрителями, успели ответить даже на пару вопросов. Оставайтесь с нами на радиостанции Рекорд, телеканале Артик ТВ. До свидания. Спасибо, Рекорд. Спасибо, Артик ТВ. До встречи. Открытая студия.